В Кызлардинской области к новому учебному году не успевают закончить капитальный ремонт в трех школах. Две из них в Кармакшинском районе, одна в Жанакурганском. Строительные работы на объектах начали с опозданием, а потому не исключено, что детям придется отдышать краской и учить уроки под стук молотков и шум дрели. Райхан Тажибавя продолжит тему. За две с половиной недели до начала учебного года капремонт школы номер 85 в селе Туритам в самом разгаре. За полвека изношено все. Системы теплоэлектроснабжения, кровля и полы, фасады и учебные классы. Подрядчикам фактически предстоит заново отстроить здание. Однако директор школы уверяет, в первом сентябрю все работы завершат. До конца месяца все работы полностью завершат. Количество учащихся у нас 585, в подготовительных классах еще 40. Также в школу будут приняты первоклассники. Дети смогут начать учебный год в обновленном здании. А вот подрядчики думают иначе. Из-за прошедшего в июне референтума и подготовки к нему ремонт начат с небольшим опозданием. По графику сдачи объекта намечено на конец декабря. И работы, говорят строители, закончат именно к этому сроку. На случай, если завершить ремонт не успеют, к первому сентября мы подготовили школу номер 269. Учебный процесс организуем в две смены. Для транспортировки детей будет выделен автобус. В целом в этом году капитальный ремонт должны были пройти 6 школ региона. На это выделено больше 2 миллиардов тенге. Но работы завершены лишь в половине из них. В поселке Жосалы Кармакшинского района для учащихся школы номер 28 подготовили здание общежития аграрного колледжа. Жанакурганской школе номер 55 капитальный ремонт только начали. Там насчитывается 573 ученика. Подготовлены два здания. Детский сад на 90 мест и трехэтажная мастерская. Средства выделены в начале года. Можно было заранее провести конкурсы и определить подрядчиков. Подать заявки и начать ремонт сразу по завершении учебного года. Три месяца срок хороший. Если бы усилили требования к строителям, успели бы. Теперь из-за вашей нерасторопности неудобства будут испытывать дети. Помимо ремонта задерживается и строительство государственных школ. На сегодняшний день из шести образовательных объектов области сроки уложились. Только два.